Про большой обмен, вероятно, самый крупный со времен окончания Холодной войны, обмен заключенными между рядом западных стран Россией и Белоруссией, прошедшей 1 августа в Анкаре, ожидаемо оказался в центре внимания мировых СМИ. Большинство комментаторов, выражая радость по поводу освобождения людей из путинских темниц, считает решение, принятое политическим руководством стран Запада, цитата, ошибкой с далеко идущими последствиями. С конец цитаты, цена, которую западные демократии, включая Германию, заплатили за освобождение своих граждан и российских политзаключенных настолько высока, что радость не может длиться долго, отмечает в редакционном комментарии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. А вот тот же Дивельт пишет «Шантаж и двойная победа Путина». Почему двойная? В статье идет речь о том, что Путин забрал своих, в том числе Красикова, убийцу и других преступников, то есть он забрал тех, кто и нужен ему, и избавился от тех, кто ему не нужен, потому и двойная. Ну а Тагис Шпигель написал «Не партнер по переговорам, а преступник». Ну там шла речь о том, что, мол, зрада Путин стал партнером для западного мира. Кстати, Белый дом вышел, сказал, никаких переговоров с Путиным не велось, обменом занимались спецслужбы. Что думаете вы, Дмитрий, по поводу большого обмена, который произошел буквально три дня назад? Вы знаете, это очень важная тема, которую я бы хотел обсудить всесторонне. Во-первых, обмен сам по себе, даже не так, освобождение узников совести, это всегда прекрасно. Когда человек сидит в антидемократической стране, в тоталитарной, в отвратительной, в ужасной стране, за свои убеждения, за то, что он думает не так, как большинство, и не стесняется говорить об этом вслух, это отвратительно. Тем более, мы же понимаем, что такое российские тюрьмы. И когда эти люди, ставшие узниками совести, оказываются на свободе, ничего кроме радости я не могу испытывать. Я рад за них, я рад за людей, которые еще сегодня были в тюрьме, и их тюремная роба, в которой они прилетели в свободный мир, еще пахнет тюрьмой. Ну как не порадоваться за этих людей? Вы знаете, я хорошо знаком был с Владимиром Буковским, с легендарным советским диссидентом, и хорошо знаком с Натаном Щаранским, с легендарным советским диссидентом. Кроме стойкости и мужества, этих двух людей объединяет еще то, что они под воздействием свободного мира были выменены. Владимир Буковский был обменен на Луиса Карвалана, главного чилийского коммуниста, который, как нам рассказывали, томился в застенках кровожадного Пиночета. Натан Щаранский был обменен на разведчиков русских, советских. К чему я это все рассказываю? Я делал неоднократные интервью с этими выдающимися людьми. Я хочу вам сказать, что я у Владимира Буковского и под Лондоном был в Кембридже, где он жил дома. И делал с ним два интервью, и с Натаном Щаранским, я у него был в Иерусалиме в свое время, и он приезжал в Киев, мы делали огромные интервью, и неоднократно по скайпу общались. Это выдающиеся люди, это совесть, гордость. Я вообще к советским диссидентам, вот таким, как они, как Мустафа Джамилев, как покойный, к сожалению, Степан Хмара, я с такой нежностью отношусь, с нежностью. Вот этих людей хочется обнять, прижать, как-то сказать им вот какие-то теплые слова всегда, потому что они страдали за убеждения, они не шли на компромисс с КГБ, они не вербовались, как подавляющее большинство их собратьев по цеху, они гнили в карцере, объявляли голодовки, становились жертвами пыток, но эта их идея, она была такой сильной, такой железобетонной, что делала этих людей несгибаемыми. Перебрасываю мостик к сегодняшним освобожденным, ну, не сегодняшним, несколько дней назад. Значит, первое, я очень рад за то, что людей, которые были против Путина, освободили. Спасибо, прекрасно. Теперь, что касается того, почему этот обмен называют победой Путина. Да, действительно, если смотреть на его результаты, это выглядит, как победа Путина. Объясню, почему. Путин забрал Красикова. Кто такой Красиков? Красиков – это элитный исполнитель, киллер России, который имеет большой опыт исполнения подобных заданий. И то, что он убил Хангашвили в Берлине – это далеко не первая его ликвидация, потому что сейчас по появившимся данным именно Красиков убил Собчака. Мы знаем, что Собчак умер, значит, Анатолий Александрович Собчак, я имею в виду, папа Ксении Собчак, муж Людмилы Нарусовой. Мы знаем, что он умер в бане. Мы знаем, что в этой бане был также губернатор Калининградской области на тот момент Горбенко. Мне рассказывали, что там и девушки были, не обремененные тяжелым поведением в этой бане. Но не будем забывать, что Собчак, который был руководителем Путина, Путин у него был собачкой пристегной в то время. И вот Собчак вернулся уже, Путин уже в фаворе, Собчак вернулся из Франции, где был во временном изгнании таком, вернулся в Санкт-Петербург. Ну и теперь представьте, Собчак противник Ельцина, всегда был, у них была конкуренция за власть. Собчак, как мне говорили старые опытные чекисты, тоже работал на КГБ. То есть он был свой человек абсолютно, но Собчак теоретически мог не помешать Путину избраться, нет. Причинить ему дискомфорт после избрания, потому что это Собчак, а это Путин. И наверняка Путину пришлось бы испытывать дискомфорт, который ему не нужен. Поэтому по появившимся данным, именно этот парень Красиков, тогда он парнем был, пареньком, он убил Собчака. Значит, он был знаком, как оказывается, с Путиным давно, они даже вместе на стрельбище ездили. То есть, теперь смотрите, Путин по всей Европе, и не только по Европе, разослал убийц, цель которых – ликвидировать всех, кто представляет угрозу для путинского режима. Там целые списки. В этих списках есть и украинцы. И вот такие вот наемные убийцы типа Красикова ездят и выполняют задания. Ирина Фарион, я вам хочу сказать, погибла не от руки какого-то мальчика, просто так. Нет, убил-то мальчик, но это Россия ее убила. Как бы я к ней не относился при жизни, а я к ней плохо относился при жизни, и все это знают. Но ее убила Россия. Для того, чтобы взорвать ситуацию внутри Украины. Поэтому, когда Путин и ФСБ посылают в Украину вот таких ликвидаторов, они им говорят, за тобой государство, ты не ссы, если завалишься, мы тебя вытащим. Красикову дали в Германии пожизненное заключение. Пожизненное. За дерзкое убийство в Берлине на территории Германии тут же, понимаете, что еще? Ни одна уважающая себя страна не может допустить, чтобы на ее территории наемные путинские убийцы устраняли людей, ликвидировали людей. Это значит прокол спецслужбы этой страны, и вообще это, ну, пощечина этой стране. Поэтому, когда на территории Великобритании отравили Литвиненко, или попытались отравить Скрипалей, это вызвало огромный конфликт, огромный скандал. Это нельзя делать на территории таких стран. И когда на территории Германии был убит Хангашвили, Красикова схватили и посадили пожизненно. Вот теперь представьте, каково это отправлять своих киллеров в другие страны, в том числе и в Украину, если киллеры могут нервничать и говорить, ну, смотрите, Красиков-то сидит, никто его не обменял, и люди могут менжеваться. А теперь, после того, что Путин его забрал, мало того, не просто забрал, он приехал в аэропорт встречать Красикова, он обнял его, убийцы обнялись друг с другом, он сделал это прилюдно, на глазах у всего мира и сказал, во-первых, всему миру, я сделал так, как я хотел, а во-вторых, он сказал всем будущим ликвидаторам, за вами Россия, не ссыте, русские своих не бросают. Видите Красиков пожизненное, я его вытащил, едьте, работайте, я и вас вытащу. Это очень опасный прецедент на самом деле, очень опасный и очень нехороший прецедент на самом деле. Теперь идем дальше. Приехали, значит, да, приехали еще, прибыли, мы видели эти разведчики из Словении, муж с женой, типа, у которых дети, типа, в самолете узнали, что они русские, могу допустить. Вот, говорят они по-испански, Путин их встретил, бой нас ночи сказал, романтика, вы знаете, это приключение поздних штирлицев. Но кого он еще там достал? Ну, всякую шлоиту, там, сын сенатора или не помню кого там, или депутата Госдумы, который занимался, это все, все ФСБшно-грушная окладка. Теперь, кого он отдал? Да, не секрет, что должны были вот так отдать Навального, выменять. Навального устранили. Отдали Яшина, Карамурзу, Сашу Скочеленко, еще ряд людей. Все прекрасно, что их отдали. Я за них счастлив. Опасны ли они для Путина были в России? Нет, скажу сразу, нет. У них не было таких громких имен и такой народной поддержки, как у Навального. И у Навального не было такой, ах, какой народной поддержки, но какая-то все равно была. У этих людей, при всем уважении к ним, поддержки в России такой, чтобы они могли составить конкуренцию Путину на выборах или не на выборах, ну, просто не было. Опасны ли они для него в Европе? Да нет. Потому что не случайно Навальный вернулся, несмотря на опасность в Россию. Он понимал прекрасно, что не может быть оппозиционером настоящим, если он возглавляет оппозицию, находясь в другой стране. Это азы, это законы. То есть политическая борьба должна вестись на территории России была. Поэтому Навальный вернулся, совершил героический, я считаю, поступок. При всем моем нехти, каком хорошем отношении к Навальному. Ну, я сейчас об этом не буду. Он герой. Он совершил героический поступок, повторяю. Я признаю его героизм, абсолютно. Значит, Владимир Карамурза. Замечательный парень. Замечательный. Кстати, по маме его фамилия Гордон. Открою секрет. Его мама Елена Гордон, да. Не родственник? Ну, наверняка какая-то родственница дальняя, наверняка. Фамилия-то редкая в России. В Украине, в России, на постсоветском пространстве фамилия редкая. Значит, папа его известный, я помню, его телеведущий прекрасный на НТВ был. Благородное лицо, прекрасное такое, знаете, интеллигенты. Это интеллигенты настоящие. Но что говорят Владимир Карамурза и Илья Яшин? Что они говорят, когда они прилетели? Я не слышу ни одного слова об Украине. Я не слышу от них. Я не слышу слов, что Путин международный военный преступник. Что Путин развязал кровавую войну против Украины. И будем проклят за эту войну, на которой погибает сотни тысяч людей, в том числе с российской стороны. Не слышу. Может, я это еще услышу? Я на это надеюсь. Но с такими заявлениями они для Путина не опасны. Мало того, они для него полезны. Потому что Владимир Карамурза уже говорит на пресс-конференции, что вообще надо санкции против России уменьшить. Путин и Россия – это разные вещи, он говорит. Вводя санкции против России, вы их вводите против простых россиян, а не против Путина. И надо их уменьшить или убрать вообще. Это в корне неверный подход. Я хочу на этом подробно остановиться. Я считаю, что в России есть немного людей, я подчеркиваю, немного людей, которые понимают, кто такой Путин, что такое русский фашизм, и которые солидарны с Украиной. Немного людей. Я совершенно уверен, что подавляющее большинство населения России поддерживает войну Путина против Украины. И поддерживает режим Путина. Ибо Путин возник не на пустом месте. Он не мог бы править Россией столько лет, если бы подавляющее большинство русских не ощущали себя частью его. А он не ощущал себя частью их. Потому что, как метко сказал, какой-то умный человек сказал, что Путин – это и есть Россия, а россияне – это и есть Путин. Поэтому очень важно сказать, что население России несет персональную ответственность историческую и просто ответственность за преступления путинского режима в Украине. Все россияне за это ответственны. Как все немцы были ответственны за преступления Гитлера. И немцы, я хочу напомнить, прошли денацификацию. И немцы разрывали руками могилы с захороненными трупами борцов против Гитлера. И немцам всем в школах долгие годы вдалбливали в головы, что такое немецкий фашизм. И какое преступление совершил не только Гитлер – Германия. Поэтому у русских впереди большой путь. И говорить о том, что Путин виноват, а русские не виноваты – это категорическое зло. И если ребята, которых сейчас освободили, Карамурза, Яшин, этого не понимают, это большая беда. И если Запад пойдет на поводу у них, это в войне большая беда. Не надо снимать санкции с России. Их надо ужесточать. Чтобы до подавляющего большинства россиян дошло. Что они изгои. По причине того, что Путин, которого они выбирали много раз и которого они терпят много лет, совершает преступление. Но совершает преступление не он один. А те, кто доносят друг на друга – не преступники. А те, кто добровольцами записываются за бабки убивать нас – не преступники. А те, кто бросают бомбы и ракеты на наши города – не преступники. Это все россияне. А те, кто не осуждают их и не выходят на акцию протестов, особенно в начале – не преступники. Это замкнутый круг порока. Россия – глубоко порочное государство. Фашистское государство. Нацистское государство. И ответственность за преступления по отношению к Украине несет не только Путин, или условный Патрушев, или Шойгу условный, или Герасимов условный. Все россияне. И пока Карамурза и Яшин этого не скажут. И пока они не перестанут призывать Запад ослабить или снять санкции против России. Я буду относиться к ним непримиримо. Это моя глубоко выстраданная позиция. Россия – конченная страна. Со сбившимся генетическим кодом населения. Они желают нам смерти. В массе своей. Почему мы должны поощрять то, что с них будут снимать санкции или делать санкции менее жесткими? Нет. Я готов полемизировать на эту тему и с Карамурзой, и с Владимиром Карамурзой, и с Ильей Яшиным. Но я очень хотел бы, чтобы они не оказались, эти ребята, пострадавшие от путинского режима, чтобы они не оказались такими же, как подавляющее большинство российской оппозиции. А подавляющее большинство российской оппозиции, я сейчас не называю фамилии, это теплоустроившиеся на западных грантах люди, в массе своей агентуры КГБ и ФСБ, люди, которые не понимают, что такое Украина и не желают Украине добра, люди, которые являются имперцами внутри и фашистами внутри, люди, оторванные от кормушек, в которых они вольботно себя чувствовали, и поэтому ставшие врагами режима, в массе своей. Есть потрясающие люди в российской оппозиции, такие как Александр Невзоров, Гарри Каспаров, Илья Пономарёв, я боюсь кого-то не назвать, но масса удручающая российской оппозиции. Я искренне желаю Владимиру Карамурзе и Илье Яшину, чтобы они не стали частью этой печальной, очень вязкой массы. И завершая анализ ситуации по обмену, я могу сказать, что в данном случае Путин сделал подарок Байдену и Камале Харрис этим обменом, это надо признать, и дал щелчок по лбу Трампу, потому что он Трампу обещал обмен, Трампу, а произвёл обмен сейчас. Это может говорить о том, что Путин недоволен заявлениями Трампа о том, как он будет решать российско-украинский кризис. И это может говорить о том, что по неведомым нам причинам может Камала Харрис Путину лучше, чем Трамп. Но это уже для аналитиков, для размышлений. Пока вот то, что я вижу в данном случае, выглядит именно таким образом. Ну, кстати, Трамп поздравил Путина с прекрасным, с чудовым, с великолепной сделкой. Вот так это прозвучало. Сейчас я быстро приведу цитату. Значит, Трамп поздравил Путина с обменом заключёнными, который состоялся на этой неделе, пишет Вашингтон-Пост. И я хотел поздравить Путина с тем, что он заключил ещё одну великолепную сделку. У нас 59 заложников, я никогда никого, ничего не путал. Боже, мы заключаем ужасные-ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создаёт ли это плохой прецедент, сказал Трамп. Ну, Трамп в данном случае прав. Это создаёт действительно плохой прецедент по вышеперечисленным мной причинам. И знаете ещё, что создаёт, какой прецедент этот обмен? Русские будут набирать сейчас заложников. Просто заложников. Будут брать всех подряд, кто там криво-косо посмотрел на путинский режим, кто лайкнул что-то не так или ещё. Будут засылать свою агентуру по западным странам. А потом просто менять этих заложников несчастных на своих агентов и киллеров. И, вы знаете, я думаю, что у них и в Украине, я не думаю, я знаю, у них и в Украине много есть, кого бы они хотели поменять. Тут куча РПЦ-шных попов. Тут Петров и Водкин, хотел сказать. Ну, он Водкин, Иванов такой, с Исландии, два русских ФСБ-шных фашиста. Иванов точно можно называть Водкин, потому что он алкоголик. Ну, вы на лица посмотрите, зайдите, не поленитесь, два этих лица. Когда два русских ФСБ-шника выучили украинский язык и вещают по-украински русские нарративы. Это выглядит очень красиво с точки зрения России. Поэтому вот таких, как Иванов и Петров, Путин захочет поменять. Вот этот директор завода Мотор Сич, Богуслаев, который всю жизнь работал на русской ФСБ и КГБ, сидит сейчас у нас. У нас тоже хватает людей, кого он захочет поменять. Но мы бы их отдали всех ради наших патриотов, которых пытают за стенках Путина. Нам наши люди нужны. Нам все наши люди нужны. Все до одного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!